Запись пошла. Здравствуйте, меня зовут Кирилл Михайлов из группы NEI 176. Я снимаю видео, чтобы защитить РГР и объяснить, как он работает. Я совместно делал РГР с двумя ребятами, еще Андрей Никулеско, ИС-175 и Александр Андронати из моей же группы 176. Наш проект это охранная система, но я подумал, что тот вариант, который вы предлагали, он довольно такой несложный, но вот мы сделали немножко по-другому, то есть даже, возможно, чуть-чуть интереснее. Сейчас я вам покажу, как это работает. В общем, грубо говоря, у нас есть экран, у нас есть кейпад, у нас есть пьезоэлемент. Как это все работает? Если мы, допустим, захотим ввести нужный пароль, то есть попасть домой условно, то нас будет приветствовать надпись соответствующая и будет звучать соответствующий звук. Пароль у нас, который сейчас вшит в схему четырехзначный. Это 1, 2, 3, 4. Только сейчас. Чуть-чуть. Оно может не работать, если мы быстро вводим значение. Вот сейчас я введу помедленнее. 2, 3, 4. То есть у нас звучит звук, который тоже прерывистый. Я предполагаю, что это проблема протеуса. Но неважно. И, значит, у нас пишется welcome home, и мы можем заново ввести пароль. Причем, если мы попытаемся ввести его неправильно, 1, 2, 3, 5, ничего не произойдет. Даже если 1, 2, 3, 5, 4, то есть мы ввели все символы, которые есть в пароле, но с одним лишним, посередине, то тоже не пройдет, скажем так, наша регистрация в системе. Вот. Я попытаюсь побыстрее сказать, потому что, насколько я понял, у меня есть 10 минут. Вот. Уже 2 минуты прошло. Сейчас по коду быстро пройдусь. Объясню, как это работает. Вот. Я просто еще кое-что хочу показать, поэтому времени мало. Значит, ну, собственно, подключение наших библиотек, с которыми мы работаем. Значит, объявление PIN, который служит для аналогового выхода для пьезоэлементов. Значит, инициализация нашего экрана с нашими пинами подключения. Значит, наш пароль, переменная, которая будет использоваться в... Дальше в цикле мы расскажу. Вот этот весь участок кода, он нужен для того, чтобы инициализировать объект кейпада, то есть создать клавиатуру. То есть, это количество rows, да, это строчки, значит, колонки, да, ну, то есть, вот, у нас раз-два-три и раз-два-три-четыре в каждой колонке элементов. О, вернее, строчки 4 в колонке 3. Мы создаем вот такую вот матрицу. Потом еще создаем, скажем, массивы из наборов пинов, которые требуют для подключения кейпа, да, то есть по, вот, по горизонтали, то есть строчках и по горизонтали, и по вертикали, да. То есть, ну, тут это просто создание, тут ничего интересного особого нет. Значит, мы, когда в сетапе инициализируем наш LCD Begin, это чтобы, ну, собственно, заработал наш экранчик. Вот. И, собственно, начинается луп, собственно, самое главное участок кода. Значит, как он работает? Значит, у нас есть перемена char-witchkey, которая работает следующим образом. Она каждый раз в лупе считывает текущую нажатую кнопку, да, ну, об этом потом. То есть, она каждый раз будет считывать кнопку, которая нажата или не нажата, и в зависимости от этого будут происходить действия, которых чуть попорно. Вот. Также пишутся вот эти вот приветствующие надписи, да, то есть, welcome, enter, password. Ну, давайте еще раз продемонстрирую. 1, 2, 3, 4. Сейчас перезапустить, возможно, надо. 1, 2, 3, 4. Вот, пожалуйста. Вводить можно сколько угодно раз. Сейчас она погудит. Вот. Просто иногда в протеусе случается такое, что во время симуляции... Сейчас, секунду. 1, 2, 3, 4. Да. В этой симуляции сколько угодно раз можно ее вводить. Главное, делать паузы небольшие перед вводом. Вот. Welcome home. И вот когда напишется, собственно, наш приветствующий надпись, тогда и можно заново вводить. Так, 5 минут у меня уже прошло. Собственно, если у нас мы нажимаем на решетку или звездочку, у нас происходит что? У нас происходит то, что пишется невалидный символ. Вот, пожалуйста. Нажал на звездочку, инвалидки. Сейчас нажму на решетку, напишется то же самое. Собственно, почему так? Ну, мы решили, что вот эти символы попадают как бы под запрет. Их нельзя вводить. Сразу пишется, что это неверный пароль, когда мы нажимаем на них. Вот, собственно, пароль. Участок кода, который отвечает за проверку пароля. Начинает отвечать за нее. Значит, собственно, если мы нажимаем вообще на клавишу, то есть, если какая-то из клавиш нажата не запрещенных, причем, да, то есть, вот тут как бы запрещенные, здесь все разрешенные. И при этом она нажата на правильной позиции и на правильный, ну, то есть, как это понять? То есть, вот у нас есть пароль 1, 2, 3, 4. Первый символ, который должен будет нажатый, это 1, да. То есть, мы должны нажать единицу, чтобы получить уже совпадение с нашим паролем, хоть какое-то первое, да. Потом двойку, потом тройку, потом четверку. Когда происходит вот это совпадение, соответственно, у нас позиция, ну, то есть, наша перемена, которая отвечает за позицию, она инкрементируется. Если, как только мы нажимаем не ту, как только мы нарушаем нашу позицию, то есть, мы нажимаем, допустим, 1, 2 и потом нажимаем 5, она в этот же момент сбрасывается в ноль. Собственно, когда позиция равняется 4, а это может быть только при случае, если мы все элементы до этого нажали верные, то, значит, происходит надпись наша, то, что мы подтверждены, ну, значит, чистится экран, сначала выставляется курсор, понятно, в первую строчку, пишется верифайт, значит, звучит сигнал на пение первым, да, который мы инициализировали, значит, с задержкой 3 секунды, потом выключается, потом снова чистится welcome home, пишется, потом снова выставляет, ну, 3 секунды держится, чистится и позиция вновь сбрасывается, потому что, ну, для следующего ввода пароля, да, за время симуляции. Ну, тут делай стоп. Вот, это по коду, я просто чего-то так быстро объясняю, у меня еще остается 2 минуты. Это все, что касалось проекта, я хочу еще показать такую небольшую вещь, которую мы сначала начали делать в качестве проекта, но она этого проекта не касается, остальные ребята двое, с которыми я делал, не будут про это говорить, я решил про это сказать быстренько, чтобы не забирать время. Это, собственно, вот такая вот прекрасная бегущая строка, которую мы тоже делали, скажем так, не без помощи интернета, код у нее довольно сложный, ну, не без интернета, опять же, но зато она очень интересно выглядит, и она сделана на, собственно, на LED-матрице WS2816, только 16 на 8, здесь, собственно, два блока, вот если мы сейчас, если мы попытаемся вот разделить их, видите, да, 16 на 8, 16 на 8, и мы их так соединяем, получаем 16 на 16, только чуть-чуть ровнее, вот так как надо. Времени у меня остается уже, ну, чуть-чуть, до 10 минут, вот, ну, собственно, про проект я вам рассказал, вот эту матрицу еще раз запущу, чтобы показать, как она работает, сейчас через какое-то время тут пробежится надпись, собственно, вот это и все, решил, ну, вот про это показать буквально, потому что, ну, мы это делали, почему нет, раз уже выдалась минутка, так, у меня вот как раз тоже минутка и осталось, сейчас пройдется надпись, еще разок, сейчас все как-то она не соберется, пройти, успеет, не успеет, о, пошла, значит, она может быть радужной, ну, протеус немножко тормозит, прерывается, ну, вообще она должна плавно проходить, конечно, у меня из-за того, что может бандиком работать, это еще что, ну, в общем, это то, что я хотел сказать, вот, это как бы не касается проекта нашего конкретного, который мы сделали, просто, скажем так, приятный бонус, который мы тоже делали, просто, ну, может, вам интересно тоже про это стало, узнать, что мы это тоже делали, мало ли, вот, такие вот разноцветные надписи, у меня уже не остается времени, в общем, спасибо за просмотр, надеюсь, объяснил все унятно и понятно, до свидания.